Ежегодно 3 марта отмечается Всемирный день дикой природы. Дата была приурочена к принятой в 1973 году Конвенции международной торговли видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой уничтожения. Для привлечения внимания к экологическим проблемам и был учрежден Всемирный день дикой природы. Тему продолжит Елизавета Кабанова. День моржа К слову о моржах. В Ненинском округе есть лежбище этих морских млекопитающих. Одно из них находится на территории Ненинского заповедника на острове Матвеев. Ученые отслеживают не только условия обитания моржей, но и их численность. Атлантический морж, несмотря на свои внушительные размеры, один из самых уязвимых обитателей Российской Арктики и занесен в Красную книгу. Поэтому ВВФ и сотрудники заповедника Ненинский активно сотрудничают. Естественно, мы поддерживаем заповедник материально-техническими средствами. Установлен стационар для инспекторов. И, кстати, в этом плане мы работаем и с Центром природопользования охраны окружающей среды НАУ. Также поддерживаем, передаем технику, передаем стационар для инспекторов, для борьбы с браконьерством, для обследования территории и так далее. Ни для кого не секрет, что в Ненинском округе пользуются популярностью как рыбалка, так и охота. Но не стоит забывать и о том, что в водоемах обитают редкие виды рыб, вылов которых запрещен, а убийство краснокнижных животных ведет к уголовной ответственности. Сотрудники Центра природопользования тщательно следят за соблюдением правил, отправляясь в рейды, а также за состоянием воды и почвы нефтеразливами. Работа наша осуществляется на основании плана мероприятий. В частности, в 2021 году мы проводили работу по охране природы. Было проведено всего 197 выездных мероприятий. Работа у нас проводится совместно с правоохранительными и природоохранными органами. Сотрудники Центра природопользования следят за особо охраняемыми природными территориями регионального значения, которых в Ненинском округе 8, и за общедоступными охотничьими угодьями. У браконьеров изымаются орудия и охотничьи ресурсы. Помимо этого, сотрудники Центра ведут учет различных видов животных и устанавливают подкормочные площадки. Кроме того, еще могу сказать, что при проведении всех выездных мероприятий основной упор делается сотрудниками учреждения на профилактическую работу по соблюдению природоохранного законодательства, правил охоты и правил рыболовства. Профилактическая работа крайне важна. Чем больше людей знает, за что предусмотрена ответственность, тем меньше будет правонарушителей. К примеру, к вам в деревню забрел краснокнижный белый медведь. Животное дикое может угрожать жизни людей. Жители Амдерма и Усть-Кары знакомы с такими гостями не понаслышке. Поэтому местные активисты решили перенять опыт у Чукотки и организовать медвежий патруль. А ВВФ их активно поддерживает. Организовался такой медвежий патруль. Надо сказать, что этот год у них выдался действительно таким горячим, активным. Более 15 раз они выезжали на отгон белых медведей. И благодаря их слаженной работе не пострадал ни один человек, ни один белый медведь. В Амдерме установлена специальная система оповещения, которую может запустить патрульный. Маячок на столбах предупреждает людей о том, что в посёлок заглянул незваный гость. Подобная работа позволяет обеспечить безопасность как животным, так и людям. Медведи стали приходить в населённые пункты из-за таяния льда. А это напрямую связано с человеческой деятельностью, которая привела к изменениям климате. Чтобы сохранить экологию, каждый человек может начать внедрять в свою жизнь полезные привычки. Начиная от того, как меньше потреблять и покупать, можно экономить воду, можно экономить электричество, установить энергосберегающие лампочки. Просто ввести такие привычки себе в обиход. Как я говорю, это своего рода спорт. Может быть, поначалу придётся напрячься, но потом это не мешает. Можно делать пожертвования в природу охраны и фонды. А можно просто начать ходить за кофе с собственной термокружкой и отказаться от одноразовых стаканчиков. Или при доставке еды просить убрать пластиковые приборы. Чем чаще мы будем задумываться о сохранении природы, тем лучше будет и экологическая обстановка вокруг нас.